Колоритный, самобытный и один из старейших городов Беларуси. В начале 20 века его называли Белорусской Одессой. И именно сюда мечтали попасть все дети лейтенанта Шмидта. Так и да, это все про наш Бобруйск. Крепость, дом купчихи Кацнельсон, дом Тетрис и легендарная социалка. Город на Березине с давних времен считался высококультурным местом, в котором хотели жить герои Ильфа и Петрова. Герои Золотого Теленка мечтали совершить кругосветное путешествие. Ну а мы осуществим городской пешеходный тур. Улица Интернациональная. Даже в ритме большого города невозможно не заметить здание изумрудно-зеленого цвета. Двухэтажные башни, великолепные массандры. Это памятник архитектуры деревянного зодчества в стиле модерн. Особняк сохранился практически в первозданном виде. До революции дом принадлежал купчихе Кацнельсон. Есть легенда, что изначально этот особняк стоял в Прибалтике. Во время поездки по тем местам дворянке приглянулось здание. Она его купила и велела перевезти в Бобруйск. Именно здесь дом собрали, словно конструктор. В нашем городе можно встретить весьма необычные дворики и дома. Этот, например, на улице Держинского. Местные именуют Порт-Артур. Есть несколько версий такого названия. По одной из них дом назван в честь защитника Порт-Артура генерал-лейтенанта Романа Кондратенко. Он познакомился со своей супругой и сыграл свадьбу именно в Бобруйске. Но все же главная достопримечательность города – Бобруйская крепость. Она, кстати, входит в топ-15 знаменитых мест Беларуси и является национальным наследием республики. В свое время построили сначала военный городок такой, территория где-то 110 гектар. Вокруг насыпали высокие валы и выкопали рвы. На валах можно было поставить крепостные орудия. То есть из Петербурга сюда привезли более 300 пушек разных калибров. И они обеспечивали дальнюю оборону крепости. Ее просто овладеть, ее просто было сложно. Подземные ходы и яйцевидная камера – ужасные условия содержания заключенных и покушения на российского императора. Крепость овеяна слухами и легендами. И от этого она становится еще более интересной для любителей истории и обычных туристов. Вот она, старшая сестра Брестской крепости, воздвигнута цитадель была в начале 19 века. Война с Наполеоном, крещение белорусского классика Дунина Марцинкевича, приезд императора Российской империи Николая I и Великая Отечественная война. За более чем 200 лет своей истории портретца видела многое. Гостиница европейская, старинная пожарная часть, отель Бобруйск, кварталы дореволюционных зданий и особняков, областной театр драмы и комедии, богатство архитектурных старичков города просто впечатляет. Чего стоит одна только социалка? Незабываемая атмосфера старого города, уютные кофейни и летние террасы, пиццерии, бары и уличные музыканты. Променад по главной пешеходной улице города никого не оставит равнодушным. Ну а главный символ на Бобруйском Арбате – бронзовый бобер, светский франк, как Дэнди Лондонский одет. Очень похож на горожане на начало 20-го столетия. Существует примета, что если у вас не очень хорошо обстоят финансовые дела, то стоит потереть цепочку и денежное благополучие вам гарантировано. Максим Кембель, Андрей Богдан, бронзовый бобер Самуилович. Итоги недели. Продолжение следует...